Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Экотехнопарк SkyWay это самая видимая, самая яркая часть нашего проекта, деятельности международной группы компании SkyWay, которая является своего рода витриной, тестовым полигоном для проверки разработок 15 конструкторских бюро и свыше 100 специалистов, которые трудятся в них над созданием инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов. Экотехнопарк это 10% айсберга, находящийся над водой. Под водой же скрыты 90% всей деятельности нашей организации. Давайте сегодня попробуем занырнуть под воду и посмотреть, на ком же и, главное, на чем зиждется успех нашего проекта. Совсем недавно мы вам показывали репортаж об испытаниях специального бетона для производства струнного рельса, которые прошли на территории завода БСИ под непосредственным руководством генерального конструктора SkyWay Анатолия Эдуардовича Юницкого. Этот репортаж вызвал огромное количество откликов, интереса, вопросов и мы решили вам показать материал, отснятый до данного события, для того, чтобы чуть больше погрузиться в рецептуру этого чудо-материала. Вашему вниманию предлагаем интервью, снятое накануне данного события, с одним из непосредственных разработчиков чудо-бетона, который мы сняли в физико-химической лаборатории КБ железобетонных конструкций. Ну а непосредственным разработчиком в данном случае выступает инженер-технолог Виктор Долгий. Виктор, будьте добры, расскажите, в чем специфика состоявшей перед вашим подразделением задачи? Перед нами стоит задача заполнить монолитным бетоном металлическую ферму на длину 900 метров, а в дальнейшем эта длина должна составить 3000 метров. Для решения этой задачи необходимо было разработать сверхподвижную бетонную смесь с эффектом сохранения подвижности не менее 6 часов. Какими вообще свойствами должен обладать этот уникальный бетон, разработанный в закрытом акционерном обществе струнной технологии для производства рельса струн? Такой бетон должен обладать целым рядом таких свойств, как высокий модуль упругости, трещиностойкость, прочность нажатия и растяжения, адгезия, а также он должен быть самонапрягающимся, то есть должен создавать внутреннее напряжение в трубе за счет увеличения своего объема. Скажите, пожалуйста, а до вашей разработки существовало ли в мире что-нибудь подобное? Было ли на что опереться? Или вы полностью являетесь первопроходцами в данной области? Скорее всего, разработок в мире не было, и такой бетон разработан нами, и аналогов применения такого бетона в мире нет. Кроме тяжелой бетонной смеси, перед нами стояла задача еще разработать и сверхлегкую смесь, которую также можно было бы прокачивать на такие большие расстояния. Безусловно, в такой работе, когда ни на что опереться, никакого опыта наработано не было, много возникает проблем. Могли бы вы рассказать о каких-нибудь, о каких можно, чтобы понять, с какими задачами, какого уровня проблемами вам пришлось столкнуться? Основная проблема, с которой мы столкнулись, это то, что сверхлегкие смеси не подлежат перекачиванию на большие расстояния. Потому что возникает расслоение легких компонентов в этой смеси под давлением. И ввиду этого мы прибегли к последним разработкам в мире микронаполнителей. Все-таки, как я вижу, и в наших технологиях без микробетона не обойтись. Это шутка. Ну а если серьезно, то подтверждены ли уникальные свойства вашей разработки экспериментально, или это только теоретические предположения? На данном этапе, когда смеси были подобраны, стал вопрос о максимальной длине прокачки таких смесей. И ввиду того, что наши смеси отличаются от общепринятого представления о бетоне, и перекачивание таких смесей на большие расстояния мало исследовано наукой, было решено провести эксперимент. Мы берем участок трубы длиной 100 метров с установленным оборудованием для измерения давления по всей длине магистрали. По очередным бетонным насосам мы прокачиваем наши смеси и отслеживаем показания давления по датчику. Зная о потере давления на участке трубы 100 метров, мы будем понимать уже, какое нам необходимо давление для нагнетания на 900 метров, а в дальнейшем и на 3000 метров. А также будем знать, как ведут себя такие смеси при перекачивании, и как они могут менять свои свойства в таких условиях. Мне кажется, всем нашим зрителям было бы интересно узнать, какие сложности могут быть или уже встречались в проведении такого уникального эксперимента. Как вы думаете? Сложность заключается в том, что наша магистраль, точнее пояс фермы нашей металлической имеет прямоугольное сечение. И мы не можем дать высокое давление для нагнетания нашей смеси, потому что этот пояс будет деформироваться. А нам крайне важно сохранить геометрические параметры всей транспортной системы. Еще один вопрос. Какие у вас планы на дальнейшую работу по созданию подобных уникальных смесей? После проведения эксперимента по прокачиванию смеси мы проведем исследование уже полученного труба бетона. То есть мы смоделируем все нагрузки, воздействующие на нашу транспортную эстакаду и уже точно определим ее реальную несущую способность и деформативные свойства. Кстати, насчет труба бетона у нас один из инвесторов очень интересовался. Не будет ли разрушаться бетон, который находится внутри рельса струны от воздействия вибраций, сжатий, напряжения, растяжений и так далее? Насколько исследован труба бетона, бетон себя ведет в обжатом состоянии в трубе немножко по-другому, чем в нашем понимании. Свободно. Да, как в свободном состоянии. То есть труба бетон и бетон внутри трубы, он, грубо говоря, принимает форму трубы, форму обжатого элемента и без проявления каких-либо больших трещин и расслоения сплошности. То есть мы можем быть уверены, что рельса струны прослужат ровно столько, сколько нужно будет для функционирования всей трассы, будь то скоростная, будь то городская, будь то грузовая? Абсолютно точно. И это мы подтвердим нашими дальнейшими исследованиями и испытаниями. Именно этого будет касаться Ваши дальнейшие исследования или что-то можете уточнить? Вот второй мой вопрос был. Как раз по труба бетону, как раз Ваши вопросы касаются наши дальнейшие исследования. То есть мы подтвердим эту теорию, то что бетон в трубе ведет себя иначе. Виктор, а что это за такой кубик интересный у Вас стоит на окне? Это образец уже разрушенного бетона из нашей подобранной смеси. То есть тут видно, что бетон мелкозернистый и этот бетон разрушился, так скажем, правильно в понимании бетонщиков. Разрушился, объясните, пожалуйста, он от чего разрушился-то? Его же специально, наверное, разрушали, не сам по себе? Нет, конечно. Мы ставим под плиты пресса. То есть он разрушился в результате испытаний? В результате испытаний. А этот бетон для чего? Где он будет использоваться? Этот бетон мы будем как раз и заполнять нашу транспортную систему, транспортную магистраль, о которой мы говорили. Правильно ли я понял, что разработанный в закрытом акционерном обществе струнной технологии бетон выдерживает напряжение на сжатие 600 килограммов на квадратный сантиметр? Да. Ну и последний вопрос. Что это за график у вас такой интересный на компьютере? График – это временной график проведения нашего эксперимента, где по времени, по минутам расписано, что зачем мы делаем, в какой последовательности и какой этап от какого зависит. То есть после окончания какого этапа мы можем начинать следующий. Спасибо большое, Виктор. Интервью с вами было очень интересным. Не только мне, но и зрителям, я это говорю с уверенностью, потому что здесь звучали и их вопросы. Спасибо. Успехов в вашем нелегком деле. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адрес rsvdfisystems.com Поддерживайте наш проект. И тогда мы с вами всегда будем на плаву. Строй SkyWay. Спасай планету.